Я хочу поделиться с вами тем, что я сейчас сам переживаю. Вы знаете, апостол Яков говорит, что священное писание – это зеркало. И это духовное зеркало, и мы не просто его читаем, но мы в неком роде можем видеть свой духовный портрет. Правда же драгоценное? То есть Слово Божье показывает некую духовную картину человечества. Может быть, поэтому часто нам не хочется читать Слово Божье, потому что, как знаете, сейчас праздники прошли, у вас, конечно, я смотрю, в вашей церкви такая тенденция, здесь, начиная с пастора Рика, и все прихожане так сейчас массово худеют, я так понимаю. У вас об этом молитва, у вас об этом свидетельство, кто на сколько килограмм похудел. Но предположим, если ты, например, за это время взялся в вере, похудел так вот, как приятно к зеркалу подходить. Я бы так сказал, как приятно не уходить от этого зеркала. И так, и так, думаешь, ну прям хорошо, хорошо вышло, слава Господу. Но если ты идешь не в духе церкви, и ты, к сожалению, может быть, поднабрал за эти праздники, приятно к зеркалу подходить, да? Наоборот, даже хочется как-то так вот, может быть, ты проходишь мимо зеркала, думаешь, потом посмотрю, все так вот. Не хочу смотреться в это зеркало, да? Я помню, когда я еще был маленький, у нас в то время не было же компьютеров, всяких компьютерных игр, у нас развлечения были, помните, были такие комнаты смеха, да? И там были разные такие искаженные зеркала. И некоторые зеркала, ты к ним так подходишь, смотришь в них, а они тебя делают высоким и худым. А другие зеркала наоборот, правда? Они делают тебя таким плоским и толстым, да? И вот иногда как бы хочется, чтобы как-то Бог как-то нас вот как-то вот, ну что ли, похудеешь, что ли, сделал как-то вот, как-то постройней. Но Слово Божье показывает нам реальность. Я хочу вам прочитать одно место Писания, которое, вы знаете, я помню, когда впервые читал Библию, мне очень трудно было это принять. Я даже думал, может быть, апостол Павел, когда он об этом пишет, он это все как-то преувеличивает, что ли. Но чем больше я живу, тем больше я вижу, что Павел ничего не преувеличил. И вот посмотрите, Римлянам 3 глава. И вот Павел говорит, начнем с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились в пути, да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них, открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Вы знаете, так вот, ну прямо скажем, неприятно читать такие слова. И как я сказал, невольно думаешь, а вдруг вот Павел, ну немножко преувеличил. Ради красного словца как-то все усугубил, что ли, красок добавил. Знаете, я хотел бы рассказать сегодня об одном известном эксперименте, который в свое время, в 1963 году провел знаменитый американский психолог Стэнли Милгрим. Я специально попросил его фотографию показать, Стэнли Милгрима. Американский психолог. Вы знаете, в 1963 году, менее 20 лет прошло после Второй мировой войны. Мы вот в этом году празднуем 75-летие Победы, да? И люди не просто радовались победе, люди хотели понять, как так произошло, что огромное количество людей уничтожали других людей по чьим-то приказам. Стэнли Милгрим хотел сначала провести эти эксперименты в Америке, а потом в Германии, потому что он думал, что немцы это как-то более такое послушная, дисциплинированная нация, склонная выполнять приказы. Но когда они увидели результаты эксперимента, они поняли, что никуда ехать не надо. Хотя, в принципе, вот в дальнейшем в разных странах, и в Европе, и в Америке проводили похожие эксперименты, и результаты были практически одинаковые. Эксперимент заключался в следующем. У Милгрима был такой аппарат, который подавал ток, специальный ток, от 15 вольт до 450. И там было вот этих 30 тумблеров, каждый добавлял 15 ватт, от 15 до 450. И вот набрали группу испытуемых. Можно мне два брата, службы порядка? Можно? Ты хочешь? Вот. Хорошо. Вот смотрите. Вот какие два. Молодых. Давай, брат. И вот смотрите. Между ними бросался жребий. Один из них должен был быть учеником, а другой должен был быть учителем. Кто хочет быть учителем? Ну, давай ты такой солидный, в пиджаке, да? И с бородой. Хотя бы оба с бородой. По сути, тут я один ученик, вы два бородача. Ладно. У Москвы все стильные. Вот смотри. И вот между ними бросался жребий. Учитель и ученик. На самом деле, ученик, это был актер. И по-любому, вот как бы этот-то не знал, учитель, да? Но по-любому актер вытаскивал, подстроено было. Жребий ученика. И вот смотрите. Они садились в разные помещения. Братья, разойдитесь. В разные помещения. И экспериментатор, я буду экспериментатор, он как бы объяснял цель эксперимента, как бы якобы, якобы, как влияние боли при наказании влияет на усвояемость материала. Как бы. На самом деле, эксперимент был совсем о другом. И вот дело было в том, что их посадили. И вот можно вот фотографию одного из учеников. Вот учеников одного. Вот видите, им одевали электроды на руки специальные. Вот. Причем, чтобы учитель ничего не заподозрил, вначале ему тоже показывали эти электроды и включали вначале вот эту 15 вольт. И он чувствовал, что больно, да? И вот одевали электроды и прикрепляли так к креслу, что он не мог вырваться. А учитель садился, можно фотографию еще учителя показать, да? В другом помещении, в другую комнату. И перед ним был вот этот сам прибор с этими тумблерами. Давали ему задания. И вот он по микрофону читал пары слов. А ученик должен был их запомнить. После того, как пары слов были прочитаны, он читал одно слово и несколько вариантов ответа. Какая должна быть пара? И если ученик ошибался, он давал в тумблере первую 15 вольт. За вторую ошибку 30. И так дальше. И так дальше. Я когда смотрел фильм об этом эксперименте, там было показано, что... А этот актер был, там на самом деле никакого тока не было. Но учитель-то это не знал. И после нескольких ударов тока, когда уже там было нормальное количество вольт, там за стенку начинал ученик кричать, выпустите меня, я не хочу больше принимать участие в эксперименте. На что учитель смотрел на экспериментатора, а экспериментатор говорил, продолжайте эксперимент, не обращайте внимания на крики. Он говорит, ну, если он, может быть, он умрет. Он говорит, нет, это очень болезненно, но продолжительного вреда здоровью не нанесет. Продолжайте эксперимент. Тот начинал уже биться в стену, говорил, выпустите меня. Экспериментатор говорил, продолжайте, продолжайте ваш эксперимент. Там даже доходило до того, что ученик кричал, я отказываюсь отвечать на вопросы, отказываюсь отвечать, и не участвую в эксперименте. И молчал, не отвечал на вопросы. На что экспериментатор говорил, если он молчит, это засчитывается как неверный ответ. Подавайте ему следующий итог. Когда учитель спрашивал, говорит, а если он умрет, экспериментатор говорил, вся ответственность на нас. Не переживайте. Продолжайте, продолжайте эксперимент. Вы знаете, очень интересно, до начала эксперимента Стэнли Милгрим опросил психологов и задал им такой вопрос. Как вы думаете, сколько людей откажутся, сколько вот этих учителей откажутся участвовать в этом эксперименте и после какого-то там из очередных тумблев скажут, все, мы уходим, мы не будем дальше причинять эту боль ученику. На что психологи говорили? Наверное, один, два человека из ста, они дойдут до конца, а все остальные откажутся. Когда Стэнли Милгрим споросил у психиатров, сколько людей дойдут до конца, психиатры сказали, ну, наверное, вообще один, два человека из тысячи только дойдут до конца, вот до этих 450 вольт. Остальные откажутся. Но когда они начали проводить эксперимент, они были в шоке. Я вам прочитаю, какие оказались результаты одного эксперимента. Там их было несколько и результаты, в принципе, всегда были похожими. И вот посмотрите, из 40 испытуемых, вот так называемых, учителей, лишь 5 человек остановились на напряжении 300 вольт. когда тот начинал уже кричать. Четверо остановились на напряжении 315, когда тот уже начинал биться в стену. Еще двое отказались продолжать на уровне 330 вольт, когда от жертвы уже вообще не было ответа, и она объявляла такой бойкот молчаливый. По одному человеку отказывались на 345, 360, 375. А 26 человек из 40, то есть более половины, дошли до самого конца, до 450 вольт. Хотя вот интересно, можно еще раз этот прибор показать? Вот там отдельно еще есть прибор. Посмотрите, там вот эти кнопки, да, тумблеры, они еще были помечены. Там вначале были ряд тумблеров, подписаны слабый ток, потом средний ток, сильный ток, очень сильный ток, опасный ток и последние тумблеры, трудно переносивый ток. Но они доходили до самого конца, больше половины. Психологи были в шоке, они не ожидали таких результатов, что более половины людей дойдут до самого конца, причиняя боль. И они подумали, может быть, потому что эксперимент проходит в Ельском университете, то люди думают, что это же научное заведение, тут ничего плохого быть не могут. И они подобные эксперименты стали проводить в Америке не в университете, а просто там снимали какие-то помещения и там проводили. Но там результаты были точно такие же. Тогда они подумали, может быть, потому что у нас в основном мужчины, надо, может быть, женщин больше. Что интересно, когда учителя были женщины, результаты были практически такими же. тоже было проявление такой же жестокости. Я вот вам хочу прочитать. Спасибо, братья. Давайте поблагодарим их. Спасибо, братья. Я хочу прочитать, что сказал один из наблюдателей. Посмотрите. Когда я вот читал об этом эксперименте, мне очень коснулись эти слова. Один из наблюдателей писал. Я видел, как в лабораторию вошел солидный бизнесмен. Ну, вот прям как ваш брат с бородой такой. Улыбающийся, уверенный в себе. За 20 минут он был доведен до нервного срыва. Он дрожал, заикался, постоянно дергал мочку уха, заламывал руки. Один раз он ударил себя кулаком по лбу и пробормотал. О, Боже, давайте это прекратим. И тем не менее, он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно к нему повиновался. И ученые, они задавались вопросом, что же с нами произошло, почему мы, повинуясь приказам, часто бездумно готовы причинять боль людям, которые никакой вины ни перед нами, ни перед кем другим не имеют. Сам вот этот Стэнли Милгрэм в своем резюме писал такое. «Это исследование показало чрезвычайно сильно выруженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета». То есть, как будто люди, они складывали себя всякую ответственность за свои решения, за свои действия, за то, что они совершают, как будто они об этом не думали. Что интересно, вот после вот этого эксперимента знаменитого Стэнли Милгрэма 1963 года были проведены другие подобные эксперименты. Был еще очень знаменитый в свое время Стэнфордский тюремный эксперимент, когда там в подвале Стэнфорда они сделали такое подобие тюрьмы и там опять набрали добровольцев, которые участвовали в эксперименте, но там уже не было актеров, все они были участниками и их поделили опять по жребию на две группы, одни должны были исполнять роль охранников, а другие исполнять роль заключенных. И в начале эксперимента тем, кому достался жребий охранника, их всех собрали, можно показать, вот видно, да? Их всех собрали и сказали, что они должны быть очень жестокими, они должны быть очень требовать беспрекословного исполнения всех своих всех своих приказов. и то, что там стало происходить, повергло вообще ученых в шок, с какой готовностью те, кто были охранниками, проявляли жестокость, агрессию, нетерпимость к тем, кто исполнял роль заключенных. И там даже, когда буквально на второй день среди заключенных вспыхнул бунт, то охранники все собрались, даже те, которые, а там они должны были охранять посменно, и даже те, чьих смена не была в тот день, они приехали добровольно и участвовали в подавлении. Они проявляли жестокость, лишали воды, там садили в какие-то одиночные камеры. И в итоге, после окончания этого эксперимента, почти всем участникам требовалась психологическая помощь. И вы знаете, страшны цифры. Из пятидесяти охранников только один отказался участвовать в этом насилии. Из пятидесяти один. И когда говоришь об этом, то понимаешь, то, что написано в послании к римлян, дорогие, это не преувеличение никакое. Это не то, что Бог, так знаете, усугубил краски, чтобы как-то нас подзапугать немножечко. Это и есть картина греховного человечества. И поэтому, когда мы начинаем с вами читать Новый Завет, давайте откроем Евангелие от Матфея, третью главу. И вот смотрите, пятый стих говорит, «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся крестность Иорданская выходила к Нему, к Иоанну Крестителю, и, крестившись от Него в Иордане, исповедуя грехи свои, увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к Нему креститься, сказал, «По рождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». И не думайте говорить о себе, «Отец у нас Авраам, и поговорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Вы знаете, все послание Иоанна, крестителя, заключалось в одном слове «Покаяние». Я думаю, вы знаете, что покаяние это греческое слово, как не вам знать, ваш пастор, знаток греческого, у вас, наверное, на каждом, на каждой проповеди какие-то греческие слова. Я вам тоже решил одно слово. Можно метаноя слово показать? Смотрите, вот греческое слово метаноя, которое у нас переводится как покаяние. Это слово, я специально его разделил, хотя оно пишется вместе, но оно состоит из двух частей. мета означает после или через. Ноя – ум, мышление, мысли. То есть метаноя – это изменение мышления, это некий качественный скачок, когда твои мысли, в твоем мышлении меняются. Это не просто, знаете, как бы ты передумал, там, захотел, например, на завтрак поесть кашу, а потом так поменял мышление и решил яичницу себе сделать. Нет, это не просто ты думал об одном, теперь ты думаешь о другом. Это качественное изменение мышления. А мы очень часто думаем, что метаноя – это просто мы приходим и мы пытаемся как бы умилостивить Бога. Господь, прости, прости, как бы не обижайся на нас, пожалуйста, пожалуйста, вот давай, давай, хватит уже обид, не надо обижаться, мы хорошие, ты хороший, все. Потому что в этом мире, как правило, знаете, начальники, это же такие люди, они как правильно такие, ну, сердитые, такие малодушевные, а Бог же начальник начальников. И мы думаем, что метаноя, покаяние, да, это попытка поменять отношение Бога к нам. Хотя на самом деле Бог является благим и любящим. Само слово метаноя показывает, что это не мы должны менять Бога. метаноя, это когда мы сами, а точнее наше мышление должно измениться, поменяться. Потому что драгоценные, когда не происходит метаноя, то вот эти люди, обычные, которые ходят на улице, полны недовольства, агрессии, злобы, приходят сюда, приходят в церковь, здесь они каются, говорят, Господи, прости, Господи, что-то такое произносят. и часто большая ошибка, когда мы им внушаем, ну все, дорогой брат, ну все, дорогая сестра, самое главное в твоей жизни уже произошло, ты родился свыше, все у тебя, тебе хорошо, и в принципе вся твоя задача это как бы удержать это спасение, не потерять и успеть до смерти не оставить церковь. Хотя по сути, когда человек впервые приходит в церковь, вот это метаноя в его жизни только еще начинается, потому что драгоценные, вот помните такую притчу, когда отец попросил двоих сыновей, один сказал, сделаю, но ушел и не сделал, а другой ничего не сказал, а потом сделал, помните, да? Так вот точно так же драгоценные, мы иногда думаем, что вот очень важно произнести, совершить какие-то супер-пупер христианские обряды, выйти вперед, какие-то правильные слова сказать, и если мы это скажем, то все в нашей жизни будет хорошо, и мы часто выходим, говорим эти слова и продолжаем жить точно такой же жизнью, как жили раньше, и у нас есть амбиции, у нас есть какие-то планы, и ничего в нашей жизни не меняется, но мы почему-то думаем, что теперь мы можем делать все, что мы делали, стремиться к тому же, к чему мы стремились, но только теперь у нас есть новый ресурс, Господь, который еще будет помогать нам в осуществлении наших планов, помните знаменитый рассказ, когда к Иисусу подошел богатый юноша, помните? Он подошел к нему и задал ему вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, на что ему Господь сказал, знаешь заповеди, не кради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать, на что юноша сказал, все это исполнил я с юности моей, тогда помните, что ему Иисус сказал, он посмотрел на него и сказал, одного тебе не доставало, то, что имеешь, продай, раздай нищим, и тогда следуй за мной, возяв крест свой, и этот юноша отошел с печалью, мы думаем, что верующие люди, это вот такие люди, которые вот, мы тут говорим о чем, о том, что надо почитать отца и мать, нельзя воровать, нельзя лгать, у меня такой вопрос, а вы что, до того, как пришли в церковь, не знали, что нельзя воровать, а, вы тут это узнали, или то, что убивать нельзя, в голову бы не пришло, тут пришел, слава Богу, пастор мне объяснил, или что, родителей надо уважать, кто не знал, до того, как пришел в церковь, ну, мы это, может быть, не всегда делали, но мы же это знали, так вы драгоценны, Иисус показал, что настоящее христианство, это не просто попытки соблюдать заповеди, да люди в этом мире тоже стараются жить по совести, разве нет, вот кто-нибудь знает, вот семью такую, что тут есть муж и жена, они неверующие, но они верны друг другу, и так хорошо живут, вот даже лучше, чем многие христианские семьи, знаете такие примеры, да, и получается им вообще, что в церкви делать, Иисус показал, христианство, это не какие-то просто попытки соблюдать заповеди, это когда ценности нашей жизни меняются, у нас все внутри как бы переворачивается, у нас взгляд меняется, все другое становится, христианин, это не просто прощенный грешник, апостол Павел говорит, что христианин это новое творение во Христе Иисусе, это новый образ жизни, это новые ценности, вот что это такое, вот тогда процесс метанои, а просто там наговорить кучу слов, там прости, да больше, да больше не буду, да ты что думаешь, Бог что ли злой, да Он любит тебя, но Он желает твоего изменения, твоего покаяния, твоей личной метанои, понимаете, вот что Он хочет, а мы думаем, что нужно же какие-то там обряды хорошие совершить, там креститься, все в нашей жизни, все в нашей жизни нормально, нормально будет, а Бог нам показывает, должно быть это внутреннее преобразование, иначе вы будете обычными людьми, которые как во всем этом мире, движены своими амбициями, своим каким-то вот карьеризмом, своим стремлением забраться наверх, но просто они при всем при этом верят в Бога, и при всем при том они молятся, чтобы Бог им помог на этом пути, хотя настоящее это христианство, это совершенно новая жизнь, с новым направлением, с новыми ценностями, совершенно другая, и если этого не происходит, то церкви наполняют люди, такие же плотские, как за стенами этого здания, такие же амбициозные, правда же? Почему нам теперь часто происходит, что порой и религиозное сообщество, не побоюсь этого слова, христианское сообщество, за две тысячи лет, сколько раз себя агрессивно вело, а? И религиозные войны, и всевозможные крестовые походы, есть огромное количество лидеров, там, религиозных, политических, которые готовы направить толпы на войны, идти на кровопролитие, это безумие, когда ты идешь убивать тех, кто тебе лично ничего плохого не совершал, но тебе приказали, и ты идешь, и думаешь, что ты ни в чем не виноват, а Писание говорит, каждый даст за себя отчет Богу. Я помню с детства, когда мы с папой ходили на знаменитый документальный фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм», помните? Я вот до сих пор помню, вот я многие кадры оттуда запомнил, и одни из кадров, которые прямо врезались в мою память, это когда немецкий солдат, оказавшийся в Сталинградской битве, и прозревший там, понявший, что происходит, писал оттуда письмо своей жене, причем письмо дошло, а он сам уже нет. И в этом письме такие слова. Он пишет, разумеется, он говорит, в том, что произошло, есть и моя доля вины, пишет этот немецкий солдат из Сталинградского котла. В том, что произошло, есть и моя доля вины, разумеется, она невелика, это всего лишь одна семидесятимиллионная вины всего немецкого народа. А дальше он пишет такие слова, но я жизнью отвечаю за эту одну семидесятимиллионную. Мы жизнью отвечаем за наши решения, за наши поступки. Вот почему нам всем необходимо это настоящее метаноя. И когда сегодня мир смотрит на церковь, а христиане воюют друг с другом, проповедники очень, знаешь, с энтузиазмом, проклинают друг друга, все мы доказываем, что мы самые лучшие, наши конфессии самые правильные, наши церкви самые крутые, мы все самые такие. Раньше мы просто гордились, вот я вот считаю, что я тебя лучше, а теперь мы гордимся по-духовному. Я дитя Божье, а ты нет, поэтому я на тебя смотрю свысока. Религиозность дает нашей плоти огромный повод для гордыни, огромный повод для агрессии. И можем говорить красивые, прекрасные молитвы, говорить Отче наш. Но весь вопрос в том, а где же драгоценны вот это метаноя, изменение мышления? Как же она происходит? Вы знаете, есть в греческом еще похожие слова. Я вам приведу, помимо метанои, есть еще одно слово, думаю, вам известное. Параноя. Видели? Слышали параноя? Пара означает рядом, около, когда, как бы это дословно около мышления, то есть когда как бы человек выходит из своего ума. И есть еще одно слово, орто-ноя. Орто-ноя. Орто это прямой, правильный ортодокс, орто-праксия, да, вот орто правильный, прямой, да, орто-ноя. Это такое правильное мышление. Такое драгоценное, все начинается, знаете, с чего? Вот с этой орто-нои, когда человек убежден, все, что он делает, он делает правильно, все, что он делает, он делает хорошо. Помните, в притчах написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а потом оказывается, что это путь к смерти. Мы начинаем жизнь, и нам внушают какие-то правильные вещи, какие-то, мы убеждены, что так оно и есть, так оно и происходит. Такое драгоценное, пока у тебя орто-ноя, пока ты убежден, что все, что ты делаешь, хорошо и нормально, о покаянии не может быть речи. Чего менять? У тебя все отлично. А потом проходит время, и ты убеждаешься, что многие вещи, которые ты думал, такие хорошие, такие правильные, например, у тебя говорили, зарабатывай, будь как все, там становишься начальником, там у тебя будет хороший дом, хорошая квартира, хорошая машина, и чем больше у тебя будет лучше дом, лучше машина, тем более полноценной, счастливой жизнью ты будешь жить, и ты зарабатываешь деньги, ты убежден в правильности этого. А потом начинаешь постепенно замечать, вроде у тебя машина есть, и квартира, и еще больше квартира, и уже на дом в Подмосковье заглядываешься. Но почему-то счастья-то не прибавляется. Я, конечно, понимаю, лучше в квартире грустить, чем на улице. Но мы же говорим о счастье. Счастья нет. И ты понимаешь, что вряд ли ты в дом за городом переедешь, ты станешь более счастливым человеком. Что-то в твоем мировоззрении начинает трескаться, вы понимаете, вот с этого начинается покаяние, когда то, что ты думал правильно, вдруг не совсем правильно. А потом ты видишь, это уже совсем неправильно. И то, на чем ты стоял, то, на чем ты строил свою жизнь, оно вдруг начинает давать трещину. И постепенно вместо ортонои появляется паранойя. Когда, как ты жил, ты уже жить не хочешь. Можно следующее слово, да? А как по-новому, ты еще не знаешь. И ты находишься в таком параноидальном состоянии. Помните, давайте откроем одно место, хорошее место про паранойю. Какое у нас хорошее место про паранойю? Вот смотрите. Второе Коринфянам, седьмая глава. Вот апостол Павел говорит. Посему, восьмой стих, седьмая глава, восьмой стих, второе Коринфянам. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но потому, что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, Посмотрите, какое произвело в вас усердие, какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. И вот посмотрите, Павел показывает, что печаль неизменно пришествует настоящей метаной, настоящему покаянию. Но только это не печаль мирская, никогда ты думаешь, ой, вот такой я бедный, несчастный, и вот как же вот мне жить? И вот мы часто самооплакиваем заниматься, знаешь, самокопанием, самооплакиваем. Вот если мы занимаемся самокопанием, самооплакиваем, такая паранойя в болезнь превращается, и куча таких параноиков, которые бегают по жизни. Но если печаль ради Бога, когда ты понимаешь, что твой фундамент жизни, как ты думал, разрушен, и теперь у тебя наступает новое что-то, что ты не знаешь. Но ты начинаешь искать Его лица через священное писание, через молитву. Вот вы знаете, на меня такое странное впечатление оказывают христиане, которые уже все нашли, ничего не ищут и ни к чему не стремятся. Вот такое, знаешь, как в книге Откровения. Богат, разбогателый, ни в чем не имеет нужды. Я нашел Иисуса, кого, что мне еще искать? Мы продолжаем искать, познавать в Боге больше и больше, открывать в Нем больше и больше, правда же? И вот когда есть вот эта паранойя, вот эта вот печаль, печаль ради Бога, когда ты понимаешь, все разбито, все разрушено, да? Как вы помните в Ветхом Завете пророки или Иов, когда у него в жизни все было разрушено, он там сидел и посыпал пеплом. Это же был не просто красивый жесть, вот я сижу и посыпаю себя пеплом, так театрально. Да нет, это означало, что все, на что он уповал, его понимание, его в том числе и религиозные представления, все это стало прахом. И в отличие от своих друзей, он не торопился с ответом, его вообще не интересовал людской ответ, он уже наслушался людских ответов. Он хотел его услышать, и он сидел вот в этом прахе. Почему драгоценно и абсолютно убежден, что покаяние, да это не просто то, что касается грешников, впервые оказавшихся тут в церкви, это касается каждого из нас. И в этом году уже 30 лет, как я являюсь рожденным свыше христианином. Я вот осенью 89 года впервые оказался в церкви евангельской и принял Иисуса Христа. И вы знаете, за эти 30 лет, сколько раз в моей жизни было, когда вещи, которые мне казались правильными, уже будучи христианином, я вдруг видел, что трещины все растут. Нет, я, я уже был пастором церкви, я тот, кто должен других учить. Как я могу что-то не понимать? Как те вещи, которые я считал правильными, трескаются? Драгоценные пасторы и служители, это тоже люди. Почему так много бывает падений в христианском мире среди служителей? Мы порой не даем им права быть людьми. Они, они такие же люди, такие же люди. И когда я понимал, все, я не знаю ответа. Ко мне приходили люди, пастор, как? Я говорю, я не знаю. Я был честен. Наступает вот это вот околомышление, паранойя. Старое тебе уже не устраивает, хроновое нет. Вы знаете, вот эти кризисы, вот эта печаль ради Бога. Это прекрасная возможность подняться на новую ступень метанои, качественно, к новое изменение мышления. И если ты через эту паранойю, через эти трудности проходишь вместе с Господом, ты в конце концов достигаешь метанои, покаяние, изменение мышления. И вот эта печаль ведет, ведет тебя, ведет тебя к покаянию. Я в последние годы своей жизни, хотя уже более 20 лет служу пастором у нас там в Екатеринбурге на Урале, я просто переживаю такие глубинные потрясения метанои, когда те ответы, которые у меня раньше были, сегодня меня не устраивают. А вопросы-то остаются. И начинаешь у всех спрашивать, и нету того, чтобы тебя удовлетворяло. И ты понимаешь, можно, конечно, в этой паранойи опечалиться, можно запаниковать, а можно еще больше искать его лица, потому что ведь у него есть ответы, у него есть решения. И часто мы ждем от людей то, что нам может дать только он. И вот именно вот в этой состоянии, когда какие-то вещи, которые я считал правильными, рушатся, это стало удивительной платформой в моей жизни для фантастического переживания Господа. Познание его так, как я его никогда не знал ни 10, ни 20, ни 30 лет назад. И в конце я вам одну историю расскажу об одном знаменитом альпинисте. Джефф Лоу его звали. Можно показать его тоже фотографию? Джефф Лоу, он совершил более тысячи восхождений. Но, причем многие его восхождения, да, вот смотрите, многие его восхождения, они считались революционными, то есть он был первопроходцем, он поднимался там, где до него еще человек не поднимался. Но самое его знаменитое восхождение было зимой 1991 года. Можно следующую фотографию? Это как раз было в Швейцарии, и там есть такая гора Эгера. И вот ее северная стена считалась стеной смерти. Вот там как раз, видите, показано. Вот стена смерти. По ней еще никто никогда не поднимался. И вот Джефф Лоу решил в одиночку впервые подняться по этой северной стене, стене смерти. Причем он поднимался без использования шлямбуров, то есть без использования вот таких крюков, которыми зацепляются за стену. Его знакомые считали, что он совершает самоубийство. Они даже думали, что он специально решил вот так красиво уйти. Почему? Потому что в его жизни был величайший кризис в то время. Что у него было? Его семья разваливалась. Он считал себя, у него была дочка, что он ужасный отец. И он мало с ней проводит времени. Ему было стыдно, а как по-другому жить он не знал и не умел. Его бизнес разваливался, он стал банкротом. Старевнования по альпинизму ничего кроме долгов ему не принесли. И он был банкротом и финансовым, и в семейной жизни, во всех сферах жизни. И вот он решил совершить это восхождение по стене смерти. И за 9 дней он его совершил. И когда он поднялся наверх, он назвал свое восхождение вот этим словом мета-ноя. Почему? Он говорит, именно там, в течение этих 9 дней, когда у меня не было ничего, ради чего я мог бы жить, к чему я мог бы стремиться. Когда я в прошлом кроме ошибок ничего не делал, говорит. Я, говорит, остался один на один со Всевышним. И я посмотрел вообще на все, на свой жизненный путь. Он говорит, я увидел свою жизнь, как вот это восхождение по стене смерти этой швейцарской горы. Интересно, что в течение 25 лет никто не мог повторить это восхождение. И вот в начале 2000-х годов Джефф Лоу заболел. У него начались проблемы с координацией. Врачи поставили диагноз – неизвестный нейродегенеративный процесс. В итоге он оказался прикованным к инвалидной коляске. И вот незадолго до смерти он сказал такую вещь, я хочу вам ее прочитать. А можно, чтобы вышел тот, кто играет на фортепиано? Сейчас мы уже будем молиться. Я вам прочитаю его слова, которые он сказал незадолго перед смертью. В течение последних двух десятилетий я привыкал к потере равновесия, координации и чувства прикосновения. Все мое тело сводило спазмами с жуткими болями. Желудочно-кишечный тракт просто выключался. Каждый день по несколько часов уходило на избавление от мокроты и жидкости в легких. Ослабление и атрофирование мышц диафрагмы вызывали агонию при попытке общаться. Невозможно насладиться своей внучкой, кроме как объятием и поцелуем. Не могу взять ее даже на руки. В восхождении на метаною, на эйгере, я познал свою истинную сущность на самом глубинном уровне. Я понял, кто я есть. Если бы я мог вернуться назад, я бы сделал все лучше. Я стал бы гораздо лучшим отцом, чем был тогда. Был бы рядом со своей дочкой Соней, смотрел, как она растет. Я видел свой путь тогда сквозь суматоху жизни, так же, как вижу его сквозь ежедневные тяготы сейчас. В такие моменты я понимал, что вся моя жизнь на самом деле – это познание нового. В августе 2018 года он ушел в вечность. И вы знаете, когда я вот читал его свидетельство, я видел, что каким великим благословением для нас являются трудности и кризисы. И когда мы, то, может быть, что мы, в чем были убеждены, уверены, вдруг дает трещину, не нужно драгоценное на это смотреть с сожалением, оплакивать, как же так, а я думал, это так, а это оказывается не так, что ж мне делать теперь. И мы так любим себя пожалеть. И это огромная опасность, когда мы думаем, что надо как-то Бога разжалобить, и мы каемся, думаем, что покаяние – это вот как-то прости, прости, прости. А потом живем точно такой же жизнью. На самом деле метаноэ – это внутреннее глубинное изменение. Я скажу даже такие вещи. Возможно, ты можешь вообще молитву покаяния внутри себя произнести, но если ты говоришь ее по-настоящему, осмысленно, если ты говоришь ее с полной верой и желанием, чтобы твоя жизнь изменилась, твоя жизнь преобразовалась, Бог ответит. И когда ты выходишь сюда, вперед, это не альфа и омега, начало и конец, все, теперь ты рожденный свыше, живи своей жизнью, Бог твой помощник. Нет, это начало только вот этого большого процесса, процесса покаяния, внутреннего нашего преобразования, когда вот эта старая тварь уходит, новая тварь начинает все больше воплощаться в твоей жизни. Старые мысли, старые понимания – да, это болезненный процесс. Вот почему в христианской жизни Бог, допуская до нас столько трудностей, столько тяжелых ситуаций, почему? Да порой до нас можно достучаться только так. Когда мы сыты, мы такие самодовольны, мы такие самоуверены, нам ничего не надо. Но вот именно вот этих на горах смерти, но склонах смерти, когда вся твоя жизнь предстает перед тобой, ты на самом деле начинаешь отличать, что главное, что второстепенное, что нужно оставить, а с чем следует распрощаться. Вся наша жизнь должна быть изменением мышления. Вы знаете, мне очень бы хотелось думать, что если бы я в 1963 году оказался на эксперименте Стэнли Милгрэма, я бы отказался причинять эту боль невинному ученику. Очень хочется в это верить. Но, по крайней мере, мы должны стремиться в нашей христианской жизни дойти до такого этапа, когда мы такую боль уже не сможем причинить. Вы знаете, Стэнли Милгрэм делал разные варианты эксперимента. И один из вариантов, когда ученик и учитель не в разных комнатах сидели за стеной, а он садил их в одном помещении за разными столами. И когда они сидели в одном помещении, но за разными столами, то людей, которые отказывались причинять боль, было намного больше. Он видел, не за стенкой, он видел воочию человека, который... Ну, там был актер, конечно, но он очень красиво и правдоподобно изображал мучения. Апостол Иоанн говорит, что невозможно любить Бога и не любить ближнего. Наша жизнь, наши отношения с Богом проявляются в наших отношениях с нашим ближним. Одно из духовных переживаний, познания Бога, когда ты вдруг понимаешь, это не просто образно, мы действительно духовная семья. Это не просто красивый образ, мы действительно тело Иисуса Христа. Да, разные органы, но одного тела. И боль другого становится нашей болью. И мы понимаем, что мы должны относиться к ближнему как? Как хотели бы, чтобы он относился к нам. И это опять-таки не просто красивые заповеди. Это где-то внутри нас. Не потому, что мы это даже вычитали, а потому, что словно Господь внутри нас этот произвел. Помните, сотворите же достойный плод покаяния. Мне очень нравится, там в греческом языке точно так написано. Сотворите плод, достойный покаяния. То есть плод, который был бы проявлением вашего покаяния. Метанои, измененное мышление, должно производить измененной жизни. Как мы можем видеть работу Бога в нашей жизни? Да по нашим взаимоотношениям с нашими ближними. Вот как это проявляется. Вот как мы это можем видеть. Поэтому, драгоценные, чем больше в нас будет этого внутреннего изменения, тем больше плоды нашей жизни, наши взаимоотношения будут точно так же меняться. Поэтому пусть Бог проводит нас через кризисы, через, казалось бы, эти смертельные стены, когда ты висишь на них, и вся жизнь перед глазами, и то, на что ты уповал, вдруг, как камни уходят вниз. И ты понимаешь, что у тебя никого, кроме Бога, нет. И по большому счету, мне так нравятся слова матери Терезы, она говорит, по большому счету, вы поймите, все, что вы там делаете в отношениях близких, это ваше отношение не просто с людьми, это ваше отношение с Богом. Это ваше отношение с Ним. Все твои встречи, все твои неудачи, все твои конфликты, это все части твоих взаимоотношений с Ним, чтобы внутри было это внутреннее глубинное изменение к покаянию, метаноэ. И все больше было в тебе нового творения во Христе Иисусе, которое может сказать, глядя на все эти эксперименты Стэнли Милгрэма, тюремный Стэнфордский эксперимент, ты мог бы сказать, а мы не от мира сего, мы другие. У нас другая реакция, другие отношения. Мы не просто прощенные грешненьки, которым просто Бог помогает, а внутри такие же гаденькие, подлинненькие, лживенькие, амбициозненькие, карьеристы такие. Не, мы другие люди, совсем другие, у нас другая природа, божественное естество. И это не просто красивые слова, это должно становиться нашей реальностью. Все доскажут, давайте склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за возможность служить этим драгоценным людям здесь в церкви. Я благодарю Тебя, Господь, за привилегию вместе читать с ними Твое Слово, Священное Писание. И мы знаем, Господь, что вера, это не игра, это не просто лицемерие. Избави нас от закваски фарисейской. Но пускай, Господь, Твоя преобразующая сила, Твоя великая благодать, которая учит нас честно, свято, праведно, жить в нынешнем веке, жить новой жизнью, Господь. Твоя благодать, Господь, изменяет нас, изменяет наше мышление, изменяет нашу сущность, изменяет наши реакции, изменяет наше отношение, Господь. Поднимай новых людей, действительно новых людей, с новым отношением, с новым сердцем, с новыми мыслями, Господь. И мы знаем, Боже, что плата за эту метаною большая, это и кризис, это и паранойя, это и сложности. Но вместе с Тобой мы не останемся в этой паранойи, мы не останемся в этих страданиях. Вместе с Тобой мы пройдем через все скорби, через долину смертной тени. И не убоимся зла, Господь, потому что Ты нас проводишь через это, как золото, очищая и делая все более и более драгоценными. Мы хотим, Господь, быть частью настоящего Божьего народа, настоящего христианства. Не по названию только, а по сущности, в Ком есть Дух Христов, Дух Любви, Дух Почтения, Дух Уважения, Дух Смирения, Дух Кротости, Дух Воздержания, Дух Любви. И когда все пройдет, Твоя любовь пребудет вовек. И каждый верующий доскажет Аминь. Давайте прослаем нашего Господа и Спасителя. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для Вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн. В разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви NewLife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования, вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Редактор субтитров А.Семкин